Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Патрунице. Вижу, аж кема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними, посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристу. Какие вот дела у нас. Поздоровайся, доброе утро. Доброе утро. Куда ты идешь? В Калу. Ты готова к школе? Да. Мария скоро экзамен, а Демушка вчера на пятерке сдал, да, бабулечка? Ему подарили шашки. Такая хорошая школа. А я бабуля сейчас возвращаюсь и иду за Ирвочкой. Ирвочкой буду писать. Мы чистенькие, любимые детки. Бабулины. Скоро бабуля к Мерси заберет. Сидим в домом парке. В маленьком мини-парке. Погода, видите, какая у меня. Опять я делала свою толстовку, да? Вчера занималась весь день бизнесом. Все дела переделаны. Такая была погода тоже солнечная, дождливая. Солнечная. У нас так, слава богу, таких больших дождей нет. Но уже начала заниматься делами, потому что люди очень много интересуются. У меня встречи тоже в Батуме. Я безумно рада, что наконец-то в Батуме просыпаются, соображать начинают, что инвестировать надо сейчас. И думать о своем счастливом будущем. Так что, если вас интересует бизнес на золоте, крипта, которая подкреплена, закреплена золотом, и пока есть возможность получить бесплатные монеты, криптомонеты перед выходом на биржу, обращайтесь. Время идет, и все заканчивается. Жду вас, мои дорогие. Всех, кто интересуется. Вот прям с утра вам решила записать обращение. Время идет. Обращайтесь ко мне. Потом вы будете меня благодарить. Я в этом бизнесе 5 лет. Вы знаете меня как блогера. И подумайте о моем предложении. У меня очень выгодное предложение. На старте большие подарки. Возвращаюсь дворами. И хочу ответить там на один вопрос, который... Комментарий. Меня обвинили в том, что я националистка. Нет, мои дорогие, я никогда не была националисткой. Когда я в первых видео рассказала, что очень много русскоговорящих, почему я это рассказала и говорила? Потому что раньше не было русскоязычных. Мне казалось, что только я одна была в Грузии. Поэтому так интересно, так приятно, что здесь очень много разных национальностей. В коммунистические времена, во время перестройки, очень много русскоговорящих покинули Грузию. И было очень печально и обидно. И чувствовалась нехватка. И поэтому, когда сейчас я вижу их, мне приятно. И я никогда не была националистом. Я за мир, любовь, счастье и покой. Я просто не понимаю тех людей, которые приезжают чем-то недовольны. Вот в таком случае и каждый человек может сказать, не нравится, пожалуйста, на выход. И я вот вам говорю, не нравится мой канал, на выход. Это вполне нормально, естественно. Вот видите, какие дома здесь раньше были маленькие. Смотрю, сейчас здесь тоже вот котлован роют. Наверное, будет дом строить. Дом на доме, дом на доме. Как интересно. Эти дома, если бы еще перекрасили, покрасили. Какое счастье, что в Мерсине у нас такое сито есть, где мы можем, где огорожено. Здесь такого нету. Поэтому я ценю. Вот как-то и Мерсине, когда была, рассказывала, что мне очень нравится. Пошла я теперь за Ирмочкой. Как начинается утром на газетной бабули? Скажи привет, бабуля. Привет, не говорит. Вы знаете, дождик пошел. Вот такая дурацкая погода. Вот это вот очень плохо. Ирмочка еще хотела зонтик взять, а мы не взяли. Поэтому не настроение. Как колобок, не может никак проснуться. Вечером заснуть, правда, а сейчас проснуться. Бабуля и косички заплела. Так что вот такая я вот загруженная в Батуми приезжать. У меня очень, нам на меня очень много обязанностей спаливается. Друзья мои, наконец-то я решила все проблемы в банке. Вы знаете, я хотела в онлайн-банк себе, но в турецком телефоне. И когда я вводила первый пароль, мне на телефон должна прийти СМС. Она не приходила. Сколько дней я уже мучаюсь, сколько дней я разговариваю. Сейчас мы пошли опять в банк и все переделали, уже поменяли карты. В итоге, оказывается, оператор что-то там не нажала внутри. Какую-то кнопку. Наконец-то мы решили эту проблему. Мы сейчас возвращаемся домой, потому что у нас сегодня три встречи по бизнесу. Всем доброе утро, друзья мои. Наше утро с Ашкемом началось на бульваре. Я уже отвела деток в школу, посадила на автобус, отвела мосты с Ашкемом в садик и решили пройтись с утра по бульвару. По местному в 8 часов, в 9, по турецкому в 8. И туалетастерство, туалет товарборда. И почему с утра? Потому что потом у меня начинается рабочий день. У меня была вчера встреча. Рассказывала про свой бизнес. Красивый, элитный. И у меня сегодня несколько встреч. Так что надо зарядиться энергией от этой красоты. Посмотрите, как красиво. Наш бульварчик. Убирают с утра. Столько спортсменов. Здесь покажу ваш кулу. Видите, какой Ашкем у меня. Спортсмен. Хочет вставать рано. Изменился здесь. Мы с ним ходим по 10, по 15 тысяч шагов. Для него я сделала прекрасный отдых. Зубки починила, отбелила. Вот, пошли мы. Красота. Ну, знаете, красота, но ветер такой прохладный. Лето не наступает никак. Все, мамушка. Куда, Рафа, гидриджес? Сейчас я хочу пойти с мужем в ту сторону нового бульвара. Набережную давно я вам не показывала. Тут все будни, будни, будни. А вот это вот красота. Обалденная красота. Желаю вам прекрасного настроения. Время летит потом. Я не знаю, как. Я еще ни с кем не встречалась. Вы понимаете? Может, еще впереди две недели встречусь. Не хочется, правда, уезжать. Хочется и уехать, так как там меня ждут друзья. Ждет мой дом. Наши попугайчики ждут. Ну, и не хочется оставлять мамочку. Вы пишите, спрашиваете мне. Не спрашивайте мне таких подробностей. Все хорошо. Дети живут, все живут с мамой. У нас небольшой дом, как я сказала. И с маленьким ребенком. И дочь уехала. На отдых. Отдыхать. Поменять климат детям. Мы как спим друг на друге. Поэтому, а если бы еще она была с маленьким ребенком, я бы, наверное, вообще с ума сошла. Так что, не переживайте. Все хорошо. Мама. Маме нужны эти заботы, потому что это ей дает жизнь. И все под контролем. Дети очень счастливы. И мама счастлива. Она без них просто не смогла бы жить. Во-первых, все у нас рядом. И школа, и садик. И так далее. Какое красивое место я привела мужа. Он вообще в шоке. Смотрите. Помните, я вам говорила, приду сюда вместе с мужем. Но днем здесь лучше снимать. Вы больше увидите красоту. пикник. Какая красота. Слышите, что он сказал? Хулиган. Такой мой. Смотрите. Сколько красоты вокруг. Сколько зелени. Кто-то мне спросил, а зелень при чем и осадки. Потому что как это при чем? Все у нас растет от воды. Вода это жизнь. Чем больше воды, тем больше жизни. Вот. Я так считаю. Сейчас посмотрим, спустимся тоже сюда. Как красиво здесь, друзья мои. И рыбку ловят даже. Возвращаемся Сашке вам домой. Надо его кормить. И меня ждет бизнес. У нас с мужем не заканчивается путешествие. Сейчас мы пошли за Ирмочкой. Забрали им садик. Поработала я днем сегодня по бизнесу. И знаете, что мы думаем? Вот идем и говорим. Почему здесь не устраивают пикники? И вот кто-то это садик видно. Вот там разложили плед и сидят. Только мы говорили. Ворота утрачилась. Хотим посидеть чуть-чуть, чтобы моя голова отдохнула. А уродашкин? Вернем уродашкин. Юнеш. Ирма, где скамейка? Здравствуйте, где скамейка? Уродашкин. 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 Лавочку хотим знаете, какую? Со спиночкой в тенечке. Но нету. Как красиво. Правда, у нас вот парки в Грузии совсем другие. Какие-то особенные. Такие деревья красивые. классные. Все по-приколному здесь. Классно. Друзья мои, всем привет. Сегодня у нас началось видео с такой красоты. Маму, знаете, что говорит? Я говорю, сфотографируй меня. А он говорит, заходишь в воду, берешь рыбу и я быстро ее восфоткаю. Сколько рыбки, сколько рыбки. Мы пришли в дельфинариум, прошли мимо. Я сейчас, мне нужно час отдохнуть. У меня была работа сегодня. Я очень устала, очень. И я сказала, давай выйдем на набережную, потому что у меня уже мозги кипятят. У меня снова через час работа. И вот собрались и вышли. В дельфинариум начался сеанс 25 лари. А сфотографироваться там с дельфином до 6 лет 150, после 200, там в воду опуститься, там, наверное, поплавать на 15 минут. Вот такая возможность есть. Ну вот мы зашли в аквариум. Конечно, нам не нужен аквариум, Господи. Мы же не маленькие дети с мужем. Просто хотели посидеть и все. Пойдем сейчас к набережной возвращаться через час. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok